Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Секреты ухода за палеотивными людьми из уст специалиста. Московский профессор проводит в Самаре бесплатные мастер-классы для всех, кто в этом нуждается. За сутки в Самарской области зарегистрировали 254 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших снова растет, поэтому темпы вакцинации и населения должны быть ускорены. Как это сделать, говорили на заседании регионального оперштаба по борьбе с ковидом. Подробности в нашем сюжете. Число заболевших новой коронавирусной инфекцией снова стало расти. 3400 пациентов с диагнозом ковид и подозрением на него проходят лечение в стационарах. Областные власти надеются, что активная вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет. На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудили ход прививочной кампании. Сейчас в области работают 144 прививочных пункта, два из них – мобильные комплексы. Еще 19 подобных комплексов планируют закупить в ближайшее время. И в первую очередь они будут работать именно с населением и будут вакцинировать на дому. Здесь, я думаю, что во взаимодействии, в первую очередь, с социальными работниками, мы можем выстроить логистику этого процесса достаточно эффективно. То есть нам нужно подтверждение добровольного согласия человека на вакцинацию и дальше мы выстраиваем логистику. Дополнительные мобильные комплексы позволят сделать процесс вакцинации более удобным для населения и сократить время ожидания. На сегодняшний день в области привились более 116 тысяч человек. Из них свыше 64 тысяч получили второй компонент прививки и завершили вакцинацию. При этом более половины вакцинированных – люди старше 60 лет. На информирование населения о прививочной кампании главы муниципалитетов поручили обратить особое внимание. У нас вот социальные службы как задействованы в информировании, все-таки доходим ли мы до каждого человека с объяснением безопасности, их необходимых действий, куда прийти, когда прийти, как записаться на прививку. Вот для этих категорий, для лиц с хроническими заболеваниями старше 60 лет. Более 95% информированы, что есть вакцинация и необходимо вакцинироваться. Но только чуть более 50% получили приглашение непосредственно на вакцинацию. В связи с этим главам районных больниц было дано поручение усилить работу по информированию и приглашению граждан на вакцинацию. Рассмотрели на заседании оперштаба итоги работы по контролю за соблюдением масочного режима в крупных торговых центрах и транспорте. Проверочные рейды продолжатся. Что же касается граждан старше 65 лет, их временная изоляция по рекомендации регионального Роспотребнадзора будет продлена. Ольга Павлова, События. Как только позволят погодные условия, в Самаре планируют начать комплексные осмотры ранее отремонтированных дорог, находящихся на гарантии. Пока же на повышенном контроле сезонное содержание улиц местного значения. Так, на улице Георгия Димитрова расчистили транспортные кольца, провели первичный осмотр автодорожного покрытия, обновленного в прошлом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За работами наблюдала наша съемочная группа. С самого утра работа кипит на Димитрово. Улица отремонтирована в прошлом году большими картами по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обновили участок между транспортными кольцевыми развязками от улицы Тополей до Молодежной. Георгия Димитрова очень востребована у жителей промышленного и Кировского районов. Связывает между собой Новосадовую, Московское шоссе и Старозагору. Чтобы дорога прослужила как можно дольше, не вызывая нареканий горожан, сезонное содержание нужно выполнять не только своевременно и качественно, но и бережно. Несколько единиц техники и бригад рабочих очищают от снега и льда, остановки общественного транспорта, тротуара, пешеходные переходы, проезжую часть и дождеприемники. «Нужно делать так, как днем плюс, например, ночью опять уходит под минус. Там, где подтаяло, опять дождеприемник закрывается. Тем самым преграждать путь для слива воды. Это надо обязательно делать весной, каждый день, пока не наступит положительная температура». Немаловажная задача – обработать антигололюдными реагентами тротуары, остановки и дорогу. Улицу нужно привести в порядок до плюсовых температур и массового таяния снега. Качественно выполнить работу мешают припаркованные автомобили. Некоторые из них стоят здесь безвыездно почти всю зиму и давно превратились в ледяные глыбы. Дорожные службы просят владельцев авто освобождать обочины, чтобы проезжую часть можно было привести в порядок. Это позволит сохранить отремонтированную в прошлом году дорогу в надлежащем состоянии. Оно на контроле муниципального предприятия «Дорожное хозяйство». Мониторинг ведется круглосуточно. Повышенное внимание к объектам, отремонтированным по дорожному нацпроекту. «В течение марта и апреля будет выполнен полностью осмотр всех объектов, которые были отремонтированы ранее, которые находятся на гарантии. В случае возникновения этих разрушений, подрядным организациям будут направлены письма о необходимости устранения имеющихся разрушений за свой счет. Если говорить в целом, объекты, отремонтированные ранее, достойно выдержали осенне-зимний период. Если говорить о улице Димитрово, то разрушений на ней нет, то есть по гарантии никаких вопросов не возникает». Самарцы, живущие на Димитрово, довольны не только качеством отремонтированной улицы, но и тем, как она убирается по зимнему регламенту. «Сугробах не тонем, тротуары более-менее чищены, нормально обрабатывается». Такая же регулярная уборка снега ведется во всех районах Самары. В минувшие сутки на городской улично-дорожной сети трудились 282 дорожных рабочих. Механизированную расчистку и обработку выполняли 457 единиц техники. Израсходовано более 84 тонн противогололедных материалов. На полигоны отправили более 8 тысяч тонн снега. За всю зиму утилизировали свыше 820 тысяч тонн. Это больше в два раза, чем в прошлом году. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Новый конкурсный управляющий ООО «Тамет» прибыл на место. Предприятие находится на территории завода «Тольятти Азот». В начале марта суд признал ООО «Тамет» банкротом и назначил нового руководителя на ближайшие 6 месяцев. На этот период в его задачи входит стабилизация экономики организации, поиск новых инвесторов и вывод производства на открытые торги. Как ситуация отразится на жизни трудового коллектива и что будет с производством, узнала Мария Левина. Полдень на пропускной пункт ООО «Тамет» заходит временный конкурсный управляющий. Да, да. По решению арбитражного суда Самарской области на «Тамете» введена процедура конкурсного управления. Генеральный директор предприятия Владимир Чебров лишился полномочий по управлению заводом конкурсным управляющим. На ближайшие 6 месяцев назначен Анатолий Селищев, который должен будет вывести предприятие из кризиса. Предполагается, что «Тамет» не будет ликвидирован, а продолжит нормальную работу. ООО «Тамет» располагается на территории аммиачного завода «Тольятти Азот» и занимается промышленной химией. На предприятии трудится около 200 человек. Начали принимать документы, встречались с коллективом. При встрече с коллективом я заверил, что производство не будет останавливаться. В моих планах даже есть расширение этого производства. Мы пытаемся в ближайшее время второй агрегат запустить. И обещал рабочим, что их права как трудового коллектива ничем не будут затронуты. Зарплата будет выплачиваться вовремя, в полном объеме и в тех размерах, которые существовали до введения конкурсного управления. По данным из открытых источников и региональных СМИ «Тамет» в прошлом году пытались обанкротить его владельцы. Владимир и Сергей Махлаи и их швейцарский партнер Эндрю Циви, которым также принадлежит и Тольятти Азот. Они пытались избежать выплат 87-миллиардной компенсации ущерба, назначенного решением Комсомольского районного суда Тольятти. Для этого они в сентябре подали иск о банкротстве «Тамета». Но арбитражный суд Самарской области иск отклонил и ввел на предприятие конкурсное производство. Под руководством конкурсного управляющего на предприятии проведут инвентаризацию имущества, оценят техническое состояние и работоспособность оборудования, определят стоимость активов. После всех процедур имущество компании будет продано новому инвестору, который предложит наилучшие условия. Мария Ильевна, Николай Епифанов, События Тольятти. Российским птицефабрикам предложили отказаться от поставок больших яиц, производства премиальных товаров и сосредоточиться на более дешевой продукции. А правительство Российской Федерации расширило возможности досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. Обо всем подробнее в новостях экономики. Российским птицефабрикам предложили отказаться от поставок больших яиц, производства премиальных товаров и сосредоточиться на более дешевой продукции. Росптицесоюз в начале марта разослал рекомендацию, которая должна помочь сохранить потребительские интересы наравне с производителями. Среди прочего, птицеводам указали на возможность сконцентрироваться на производстве тушки бройлера и столового яйца сорта 2 и повременить с производством продукции глубокой переработки, в том числе грудинки и бедрышек. Отмечается, что такая продукция является более дорогой, поскольку требует максимальных затрат на изготовление. Отказ же от нее позволит сократить производственные затраты и предложить покупателям товары по пониженным ценам. Правительство Российской Федерации расширило возможности досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан – учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников – станет проще досрочно выйти на пенсию. Постановление о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь в стаже работы, дающим право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профобразования. В том числе курсы повышения квалификации, поясняется в документе. Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование. Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости, но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь, это работники сферы образования и здравоохранения. Министерство энергетики Российской Федерации в апреле намерено внести в правительство генеральную схему газификации российских регионов до 2024 и 2030 годов. Схема газификации Восточной Сибири будет представлена отдельно. Летом 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Газпрому и профильным ведомствам завершить газификацию регионов в два этапа – к 2024 и 2030 годам. В декабре 2020 года Путин говорил, что уже к 2025 году уровень газификации может достичь 90%, за исключением территорий, где полная газификация невозможна. При полной газификации регионов фактически будет газифицировано 83%, так как остальные 17% территорий будут обеспечиваться другими энергоносителями. Курс доллара на 11 марта – 74,03 рубля, евро – 87,95 рубля. Нефть марки «Брэн» стоит 67,41 доллара за баррель. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения самарского купца Константина Головкина. Меценат, краевед, спортсмен и художник – яркая личность, которая оставила заметный след в истории не только Самарской губернии, но и всего мира. Его имя знали за пределами страны. Как в Самаре планируют отметить юбилейную дату, расскажет Мария Левина. Известный меценат, краевед, спортсмен и художник. Его называли «Человек-оркестр». В этом году исполняется 150 лет со дня рождения самарского купца, легенды о котором выходили за рамки губернии – Константину Головкину. Взять хотя бы его знаменитую дачу со слонами – это знаковое место для жителей Самары и памятник архитектуры федерального значения. Уникальная усадьба, выполненная в стиле модерн, обрамленная панорамными окнами и двумя большими скульптурами слонов. В этом году в ней начинают реставрационные работы. Мы убеждены в том, что слоны, как один из символов старой Самары, должны быть максимально востребованы. Это то, что называется брендирование нашего города. В этом году мы установим памятник Константину Головкину. Определились сегодня, что, скорее всего, это будет на Ленинградской улице. Соорудить слоников из подручных материалов смогут и самарцы. Тематические площадки, посвященные купцу Головкину, откроют на ежегодном фестивале «Волга-фест», лейтмотивом которого в этом году будет движение навстречу. На Самарскую набережную приедут гости из Поволжья. Основной площадкой станет пляж. Вернут и полюбившихся гражданам желтых слонов, которых в этом году можно будет раскрасить в любимые оттенки. «Волга-фест, собственно, славится такими классными, продуманными семейными активностями, где можно поучаствовать по разным направлениям в каких-то мастер-классах, что-то сделать. Мне кажется, что это может быть одной из ярких площадок. Это будет некое пространство, где можно будет прожить некоторые виды жизни и активности, которым занимался Головкин». Помимо этого, к юбилею купца в городе планируют ряд событий. Выставку его картин представят в художественном музее. Запланированы также велопробег и регата. Есть идея ввести областную медаль имени купца Головкина за развитие науки и культуры региона. Общественники надеются вручить их в день юбилея Константина Головкина в конце декабря в здании фабрики «Кухня», где должен открыться самарский филиал Третьяковской галереи. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. Научат ухаживать за палеотивными больными. В Самару съехали сёстры милосердия со всего Приволжского федерального округа. Здесь проходит интенсивное обучение от московского профессора по уходу за тяжело больными людьми. Курсы организованы Самарской епархией. Гульфия Сафина продолжит. В мирской жизни Светлана Сухарева преподает анатомию в Тольяттинском колледже. Но педагогика признается не все, чего просит ее душа. Уже несколько лет Светлана – старшая сестра милосердия свято-ельсоветинского сестринства при храме. Помогает лежачим пациентам городской больницы. Сегодня в числе других сестер Приволжского федерального округа приехала в Самару, чтобы пройти практику по уходу за палеотивными больными. У нас четыре сестры милосердия вместе со мной. И нам очень ценно, что преподают и преподносят знания те, кто уже более 30 лет в сестринском уходе. Мы имеем возможность не только пообщаться, не только познакомиться, какие на сегодняшний день сестричества, кто работает в целом в Приволжском округе. Мы можем обменяться своими знаниями, мы можем показать, что уже мы умеем делать, но и получить профессиональную консультацию. Обучение для будущих сестер милосердия началось год назад. На первый поток записались 25 учениц из разных городов России. Теорию проходили онлайн. Теперь настало время практики. С участием московских преподавателей она идет в Самарской обители милосердия. Мы их обучаем правилам, навыкам и технике ухода за больными пациентами, за тяжело больными. Рассказываем, как правильно пользоваться своей биомеханикой, своего тела, как правильно двигать пациента, как провести гигиену. Наименьшее естественное повреждение и травматизация происходит, если правильно ухаживать за человеком. На почти недельный интенсив приехала и Анастасия Никифорова из Ульяновска. Знания по уходу за лежачими больными ей нужны, чтобы помогать семьям с хосписными детьми. Рассказывает, в такой помощи нуждаются почти 200 детей в ее городе. Это те, от кого отказалась медицина. Это зов души. Я уже лет 10, наверное, занимаюсь волонтерской деятельностью. И у нас направление же не только именно уход за больными. Мы же занимаемся... У нас разные деятельности вообще сестер милосердия, социальная деятельность и помощь многодетным. Это одно из направлений. Я считаю это как бы основным служением. Помимо служения семье, служение ближнему. Первое обучение для сестер милосердия при Волжского округа проходит при организации Самарской епархии. Надеюсь, оно станет традиционным. Те сестры милосердия, которые впервые встают на путь служения, на путь ухода за тяжелыми больными, они получат дипломы государственного образца и присвоение квалификации младшей медицинской сестра по уходу за больными. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Продолжая традиции. В год 60-летия первого полета человека в космос в Самаре, космической столице России, продолжают разрабатывать уникальные проекты, аналогов которым нет нигде в мире. Победитель федерального конкурса «Умник» Максим Иванушкин, инженер из Самары, рассказал нашей съемочной группе о своем новом проекте. Максиму Иванушкину 29 лет, он работает инженером в научно-техническом центре. Его работа – это просто космос, с улыбкой на лице рассказывает молодой человек. Он работает с оборудованием, которое носит название «Центр управления полетами АИСТ». Техника принимает и обрабатывает космическую информацию. Максим изобрел цифровой двойник системы энергопитания малого космического аппарата и выиграл с этим проектом федеральный конкурс «Умник». Той базой, которая легла в основу моего проекта, является проводимая на нашей кафедре работа по приему, анализу и обработке телеметрической информации. Цифровой двойник такой системы предназначен для моделирования работы системы в составе космического аппарата, для моделирования отказов, для прогнозирования нештатных ситуаций. Проект может стать полезным разным потребителям. Работы по его совершенствованию продолжаются. Для Максима занятие наукой придает наполненность и смысл в жизнь. Мария Левина, События. Праздники закончились, а настрой отдыхать остался. Самарцы активно скупают туры на майские выходные. Некоторые направления уже сейчас раскуплены на 60%. Куда можно уехать и сколько это будет стоить, расскажет Ольга Хомракулова. Отгуляли мартовские, готовимся к майским праздникам. Самарцы активно планируют грядущий отдых. И по сообщению местных туроператоров, некоторые направления уже сейчас заполнены на 60%. В топе предпочтений – Турция. Традиционный для россиян шоп-тур, прямые чартеры из Самары и перенесенные с 2020 года бронирования сделали Анталийское побережье безусловным лидером на майские праздники. Прельщает самарцев карантинная политика курорта. Кроме того, турецкие ательеры ожидают отмены требований ПЦР-тестов для туристов с 15 апреля. Напомним, сейчас на границе нужно предъявлять ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда. Анталийское побережье – это будет порядка… отелье пятизвездочный, порядка 25-30 тысяч на человека, недельный отдых, на все включено. Если же вернуться к Стамбулу, то это порядка будет 20 тысяч, недельный отдых на человека, но уже на базе завтраков или беспитаний, потому что там отелье несколько другой направленности. В сравнении с предыдущим годом такой отдых для россиян обойдется дороже на 25%. Связано это с изменением курса евро и ростом издержек. Спрос также сыграл свою роль. Ведь из-за пандемии из любимых направлений россиян остались открытыми только Сейшелы, Дубай и Занзибар. А это другая ценовая категория. Что касается Европы, то она этой весной в нужных для российского туриста объемах открыться не успеет. Потому львиная доля самарцев решила провести майские праздники на курортах России. Это прежде всего наше Черноморское побережье, это Сочи, Крым. В этом году, в этом сезоне у нас будут прямые рейсы Самара-Калининград. Стартует программа как раз с конца апреля и уже во всю идут продажи. Будет удивлять туристов майские праздники и Самара. Экскурсоводы анонсируют маршруты, интересные как гостям города, так и жителям губернии. На майские праздники мы готовим около семи новых программ. Планируем охватить все интереснейшие места нашей области. И, конечно, не забудем про хиты прошлых лет, такие как подвальские террасы, село Ягодное, замок Гарибальде, Сокский карьер, Врачейский бор, ну и пешеходные прогулки и теплоходные. Главное преимущество майских выходных в Самаре – экскурсионные маршруты обойдутся в доступные 500-2,5 тысячи рублей на человека. Ольга Хомракулова, Максим Гусев, События. Музыка, затрагивающая все струны души. В филармонии прошел 10-й музыкальный фестиваль «Джаз весна в Самаре-2021». Для самарской публики выступили лучшие российские представители этого жанра. Всю красоту оригинальной музыки ощутила наша съемочная группа. Этери Бериашвили – один из хедлайнеров фестиваля «Джаз весна в Самаре». Ее музыка – это грузинские песни в оригинальных джазовых обработках. Поклонники певицы сравнивают ее голос с выдержанным грузинским вином и крепким черным кофе. Сама Этери всегда рада приезжать в Самару, где, по ее мнению, очень достойная публика, которая заряжает самыми приятными эмоциями. Каждый раз встреча с очень подготовленными, на мой взгляд, слушателями всегда дает тот самый адреналин, тот самый заряд, ради которого, собственно, мы и служим музыкой, для которого мы очень остаемся в профессии. Фестиваль «Джаз весна в Самаре-2021» прошел уже в десятый раз. Музыкальный праздник собирает лучших российских представителей этого направления. Сам фестиваль – это не только концерты. Артисты также дают и мастер-классы для студентов Института искусств. Но все же самая интересная часть – это джемы, когда музыканты раскрывают всю политру джаза через свои импровизации. Джем сейшн – это то, как музыканты играют для себя. Вы услышите то, что музыканты делают, уже не обращая внимания ни на кого. Они это делают так, только так, как они хотят, и никак иначе. А для многих это бывает неожиданное зрелище. В течение всего фестиваля филармонии выступления артистов в фойе сопровождает выставка картин, написанных художниками под впечатлением от джазовых мелодий. Как отмечает художественный руководитель Даниил Крамер, живопись еще с советских времен была неотъемлемой частью джазовых концертов, потому что энергетики двух искусств отлично дополняют друг друга. Мэри Елчан, Андрей Горгуленко, Василий Кладошов. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самарагис, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok